Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. В четверг состоялся прямой эфир с губернатором Московской области, в ходе которого Андрей Воробьев подвел основные итоги уходящего месяца. Среди ключевых тем экология. Как отметил глава региона, особое внимание уделяется реабилитации рек Подмосковья. С этой целью реализуется соответствующая программа. Большая программа начинается, в том числе в рамках национальных проектов президента. Четыре миллиарда рублей впервые мы выделяем на эту большую работу. И федеральные деньги, и наши примерно 50 на 50. Большой запрос на встречах и в Щелково, и в Балашихе, и в Красногорске, в Мытищах на чистку рек. Долгое время бесконтрольно в реки сливали и бросали все, что не попадя. Сегодня пришел запрос почистить реки, навести там порядок. Вот Яуза, которая тоже нуждается в особой заботе, сегодня уже реализуется этот проект. Это в Пихорку мы реализовали. Виктор Сергеевич, как идет работа? Вы сопровождаете ее и подтверждаете, что там реализуется план, который мы с вами утвердили? На первом этапе у нас были небольшие проблемы с подрядной организацией. Сегодня вышел на работу новый подрядчик, который идет с опережением графика. И мы надеемся, что задача, которая была поставлена, это завершить работу в 2019 году, будет выполнена досрочно. Новый подрядчик делает работы качественно и на высоком профессиональном уровне. Это отмечают и наши жители, которые наблюдают ежедневно. Поэтому реабилитация реки Яуза идет в соответствии с заранее согласованной программой. Когда у нас планово завершение этой работы? Андрей Ильич, по плану у нас завершение 2019 год. Но по темпам мы видим, что это возможно середина или третий квартал 2019 года. Вообще у нас порядка 2000 малых, средних рек и больших тоже на территории Подмосковья. Поэтому в части экологии, в части нашей программы, чистая, здоровая, сильная Подмосковья, чистая, это еще и чистые реки. Теперь подробнее рассмотрим процесс реабилитации реки Яуза, которая имеет богатую историю и большое значение для жителей муниципалитета. На этой неделе там провели рабочее совещание члены депутатской группы. Подобные выезды на берегах Яузы устраивают не впервые. Всем хорошо известны проблемы, возникшие еще летом при реализации проекта по очистке реки. Как удается их решать сегодня? И какие меры предпринимаются, чтобы все запланированные объемы работ по оздоровлению реки были выполнены в срок? Расскажет Сергей Берзин. Первое впечатление. Наконец-то полностью открылись берега Яузы на трех участках проекта. Обнажилось бурное течение реки, которая раньше представлялась тихой заводью. Ширина русла на отдельных участках превышает 50 метров. Появились крутые ипологие берега, и все это буквально на глазах. Первый вопрос о масштабах работ. Какие работы ведутся, какие технологии применяются, какие есть проблемы, и что мы ожидаем к концу этого года, и самое главное, переходящий в следующий год. Главное отличие от предыдущего периода, периода простоя, в том, что производственных проблем сегодня нет. Предстоящие полтора месяца работы на всех участках в городской черте будут завершены. А вопрос номер один – какой будет глубина основного русла? Рабочая глубина по проекту – 2 метра. Для этого только с данного участка пришлось поднять 10 тысяч кубов донных отложений. Но это самый малый участок проекта. Впереди самые большие по площади участки реки. Вот такая фреза должна пройти метр за метром все дно Яузы. Она буквально вгрызается в метровые слои ила и, как мощный пылесос, по специальным рукавам подает содержимое реки на берег. Другими словами, мы забираем ил, подаем сюда, одновременно подаем воду с Яузы. Оно проходит через фильтры. Мы сейчас это посмотрим. И обратно уже очищенная вода подается обратно в Яузу. А на берегу собранный ил попадает в самый настоящий завод по переработке донных отложений. Великальная для нашего региона установка. Вы видите, сортирует мусор. Другими словами, то, что мы с вами говорили. Тяжелая фракция в виде песка, фракция в виде мусора и фракция пиловых отложений, которая перерабатывается, осушается и потом уделяет. Три фракции у нас получаются. Соответственно, у нас заключен договор с подрядной организацией, которая утилизирует эти остатки и вывозит. Как через сито просеивается все, что копилось десятилетиями. С каждого участка реки поднимаются тонны металлического мусора. А всего этот завод перерабатывает 500-600 тонн донных отложений ежесуточно. За предстоящие полтора месяца ему и еще двум заводам по течению реки предстоит переработать десятки тысяч кубометров ила. Разделить его на фракции, просушить и большую часть утилизировать. А вот открывшиеся берега пока только в воображении предстают уже в новом облике. Таких здесь давно не видели. Хочется что-то начинать здесь уже делать красиво, потому что у нас в самом городе нет уже земли, где можно делать какие-то парковые зоны, зоны отдыха, именно зеленые зоны. В данном случае у нас есть возможность, если нормально поработать, то можно очень красиво сделать берег. Уже интересно все это. То есть с весны начнется большая проектная работа? Работа начнется уже сейчас. Здесь продолжатся велодорожки и аллеи, раскинется парковая зона, где-то будут организованы настоящие пляжи. Но для этого нужна чистейшая вода. По проекту она такой и должна стать. Вы знаете, яуза преобразилась. Яуза преобразилась и даже те виды, которые мы видим сегодня, наверное, помнят только наши старожилы. Дорогие друзья, мы делаем нашу яузу прекрасной и красивой. У нас утки, у нас цапли, у нас появились бобры. Давайте сохранять вместе то, что мы сейчас делаем. Потому что это все делается для наших детей. Надо сказать, что уже по первым оценкам ход реабилитационных работ на реке Яузе идет наиболее успешно в Подмосковье. И до конца года будет выполнено все, что намечено. Озеленители уже не только строят планы, но и готовы ринуться в бой за красоту и благоустройство береговой зоны реки. А тем временем наводят порядок и на других объектах муниципалитета. К примеру, во дворах. Комплексное благоустройство больших внутридворовых территорий, как правило, занимает не один год. С учетом согласования проекта с жителями района. Не остаются в стороне и общественники. В четверг комиссия по строительству и ЖКХ общественной палаты городского округа Мытищи провела выездное заседание, в ходе которого ее члены оценили качество реализации самых масштабных городских проектов по благоустройству. Мнение жителей было услышано по всем вопросам. Начиная от того, что сделать или тупиковую дорогу, или поставить какие-то дополнительные спортивные комплексы. То есть все было услышано жителями и исполнителями всех этих работ. Сегодня мы наблюдаем, что в течение года все работы почти что закончены. Сегодня у нас был очень позитивный выезд. Мы были в разных углах нашего городского округа. Все жители просто довольны все, что творится на территории городского округа Мытищи, а не только в отдельном взятом каком-то маленьком отдельном участке. Поэтому большое спасибо. Сегодня вся общественность осталась довольна. Считаете, что ваш двор тоже достоин реновации? Самое время об этом заявить. На портале Добродел до 31 октября проходит интернет-голосование за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2019 год. Для этого жителям Подмосковья необходимо пройти по ссылке добродел.мосрек.ру двор 2019 и выбрать территорию, которая, по их мнению, нуждается в благоустройстве. В системе Добродел размещены адреса 6000 дворов из разных муниципальных образований. После формирования итогового адресного перечня дворовых территорий планируется проведение обсуждений с жителями видов работ, которые будут проходить. Отмечу, что Московская область – один из первых субъектов в Российской Федерации, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства. Так что спешите! А тем временем коммунальные службы продолжают готовиться к зиме. И сейчас задача номер один – привести в порядок городские улицы. Пожелтевшая и опавшая листва – это, безусловно, красиво. Но у сотрудников лесопаркового хозяйства особый взгляд на листопад. В этот период года они работают, не покладая рук. По сложности уборка города поздней осенью может сравниться со снегоуборочной компанией. Сделать необходимо много, а времени на это отпущено мало. Итак, чем заняты городские садовники и кто их поторапливает, расскажет Надежда Трифонова. Этой осенью, кажется, желтых листьев необыкновенно много. За считанные дни они покрыли тротуары и газоны. Сотрудники лесопаркового хозяйства сразу же принялись за работу. Они говорят, ничего чрезвычайного не происходит. Все стабильно, ничего такого не произошло другого. То есть листва, как падало, так и падает. Основное – это вот клены. Где преобладают клены, то там, конечно, листвы больше. Получается такая большая подстилка, и листвы, конечно, больше. Клены растут и в сквере имени Стрекалова. Сотрудники лесопаркового хозяйства работают здесь уже второй день подряд. Вчера они смели опавшую листву с тропинок, газонов и детской площадки. Сегодня грузят ее в ковш Бобкета. Позже по тропинкам пробежится машина-пылесос. Она вымоет их начисто. И впрямь – обычная уборка. Но вот что интересно – зачем городские садовники увозят листву? Не проще ли оставить на месте желтый ковер? Ну, конечно, убираем все с дорожек. Это, естественно, газоны. В парках и скверах мы не вывозим листву. То есть находим какую-то низинку и в низинку складываем листву. Потом засыпаем это дробленкой. На следующий год уже можно это использовать под кусты. Это натуральное удобрение. В сквере министрикалова низинка нашлась за зданием, в котором некогда располагался неох. Здесь мини-трактор выгружает желтые листья и разравнивает кучу ковшом. Позже ее засыплют древесной щепой и оставят до весны. Другое дело – листва, оказавшиеся на проезжей части и около нее. Вдоль дорог убираем, потому что может образоваться на следующий год корка, которую уже тяжело потом будет убрать. Причины тому – выхлопные газы и грязь, летящие из-под колес автомашин. Но и в этом случае символ осени не исчезнет зря. У нас есть база, где мы всю эту листву свозим туда. И все это делается перегной. То есть добавляется там навоз и делается перегной. На следующий год мы используем это под кусты. Под кусты, под деревья удобряем. Только в сквере имени Стрекалова и возле него уборкой опавшей листвы заняты около пяти человек. Им помогает один бобкэт. Сотрудникам лесопаркового хозяйства надо справиться с задачей до первого снега. Ведь тогда появятся другие, не менее, а то и более непростые заботы. А начинается забота о своем дворе и городе с воспитания подрастающего поколения. В мытищах, надо сказать, эта работа ведется давно и дает свои результаты. Есть движение юных экологов, проводится множество мероприятий по уборке мусора и посадке деревьев. У школьников проходят эко-уроки и даже появилось своего рода наглядное пособие, которое учит беречь и защищать природу. На этой неделе в первой гимназии состоялась презентация новой книги популярной детской писательницы Елены Журик. Третью часть эко-фэнтези «Храни миры» представил один из инициаторов проекта, советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган. Эко-фэнтези – жанр совсем новый, но и необычный. Книгу «Храни миры» можно отнести в принципе к фэнтези, правда с оговоркой. С одной стороны, это почти сказка, а с другой – не сказочная эта тема. В сказочных лесах не бывает мусора, а здесь именно о мусоре и говорят чаще всего. Ведь его видит каждый ребенок, когда выезжает в лес. В актовом зале первой гимназии – вторые, третьи, четвертые классы. Вездесущий возраст. Они сами могут многое рассказать и показать. Но сегодня пришли послушать свою старую знакомую, детскую писательницу Елену Журик. Свою первую книгу из серии «Храни миры» она уже дарила именно учащимся первой гимназии. Потому что экологическая учеба здесь ведется с первого по одиннадцатый классы. Я горда вами. Я люблю вас. И надеюсь, что еще у нас много-много встреч впереди. Много-много книг. И вместе с «Храни мирами» у нас много-много важных дел. «Храни миры» – это пятерка друзей со сказочными свойствами. Они рождены, чтобы сохранять природу. Это, конечно, аллегория. Ведь сказочные персонажи живут в каждом из нас. А вот прислушиваемся ли мы к ним, или ведем себя, как вот эти экологические хулиганы из спектакля «Агитбригады», которые превращаются в брошенный мусор. Такие сцены вызывают самый горячий отклик у юных зрителей. Так нельзя поступать. И надо им постараться это объяснить с помощью каких-нибудь социальных роликов, либо показать им. Да, искусство. Это самый правильный путь, чтобы покорить сердце любого человека. Искусство. Это все, что у нас есть. Действует? Я считаю, что да. Литература, театр, музыка – в данном случае это не развлечение, а действенное средство. Дети, прочитавшие книги «Храни миры», просят своих родителей не засорять природу, как многие это делают машинально. Но для детей-то каждая мелочь важна. И об этом и говорят герои книги. Они учат, как очистить нашу планету. Это не фантастика. Это реальные жизни. Это наши реальные жизни. В книгах четко описано, как можем спасти Землю. Нас сегодня на планете почти 7 миллиардов. Это огромное количество людей, которые потребляют. Но зачастую мы очень редко задумываемся о том, что мы творим на планете. Раздельный сбор отходов и вообще спасать планету – это, мне кажется, для детей – это честь. И поэтому они быстро укажут взрослым на недостатки. Это очень долгий и сложный процесс. Мы сами должны научиться правильно и строго утилизировать мусор, не забывать об этом, как о ежедневных правилах гигиены. И очень важно, что в этот процесс активно включаются дети. С их книгами, с их героями. И все это ради нашего общего будущего. А еще у мутищинских школьников проходят уроки электрофизики. Что в этом необычного, скажете вы? Это часть школьной программы? Но забегу вперед и сразу предупрежу, что это не стандартная лекция и даже не лабораторная работа. А это скорее увлекательное и вместе с тем поучительное шоу, которое для учеников 27-й школы устроили сотрудники мутищинского филиала Мособлэнерго. Главная задача – рассказать, в чем опасность электричества и как безопасно обращаться с электроприборами. Дарья Ильинская с подробностями от Тесла-шоу. В прошлом году в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» мутищинских школьников уже знакомили с правилами безопасного обращения с электроприборами. В этом году сотрудники мутищинского филиала Мособлэнерго решили повторить увлекательный урок, который так впечатлил учащихся 27-й школы. Мы со своей стороны хотим, чтобы детишки росли грамотными, чтобы они представляли опасность, которую может принести электричество, а также, чтобы они увлекались уже в детстве, может быть, пошли по каким-то экспериментальным стопам, выбрали себе профессию, связанную с развитием электроэнергетики в нашей стране. Неуёмной энергии школьникам из 5-го Б не занимать, поэтому, говоря с ними об электрической, особенно важно было напомнить, какую опасность влечёт за собой неосторожное обращение с электроприборами и оголённый провод, лежащий на земле, а также, как действовать с тем, чего нельзя увидеть – с током. Уже не на словах, а на деле специалисты наглядно показали, как буквально за считанные минуты достигается перевоплощение тепловой энергии в электрическую с помощью паровой машины. Излишнее давление, помимо этого, как в настоящем паровозе, скидывается при помощи клапана. То, что металл, вода и человек проводят электричество, ещё раз, но уже не на словах, а наглядно продемонстрировала профессор Юля. Мы с вами являемся тем, проводниками. Молодцы, проводниками. Почему опасно прикасаться к оголённым проводам, потому что мы проводим электричество. И Янина, например, ухо проводит электричество? Да! Заставить часы работать без батарейки, от двух долек яблока или стать самым настоящим украдителем тока, без волшебства, при помощи науки, смогли школьники. Также они приняли участие в многочисленных экспериментах, связанных с электромагнитным полем. Убедились, как работает изобретение Николы Теслы и казавшееся всегда таким магическим – плазменный шар. Очень весело! Что весело, что понравилось? Эксперименты. Уроки физики у этих школьников начнутся только через два года. Но уже сегодня они понимают, что этот предмет просто необходим в повседневной жизни. А благодаря увлекательному уроку они получили ответы на свои самые распространённые вопросы на тему электричества. И теперь сами могут рассказывать, что может быть опасно для жизни. Мыться с феном, ну и с телефоном, конечно же. Если увидишь, что перед тобой провод упал на улицу, тихонько, гусиным шагом уходи оттуда. Как ты думаешь, физико интересный будет предмет сегодня? Ну, если будут такие эксперименты, то да. Кроме впечатлений, все школьники получили в подарок фликеры, светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее в тёмное время суток, и увлекательный журнал, чтобы продолжать дома вместе с родителями проводить безопасные эксперименты. Обращаться с электроэнергией нужно аккуратно. А главное – не забывать за неё платить. Впрочем, как и за другие ресурсы – газ, воду, тепло. А то ведь так и в списки должников попасть можно. Вот, к примеру, жители домов, расположенных на улицах Чапаева и Лермонтова, задолжали ресурсоснабжающим организациям порядка 4 миллионов рублей. Большинство неплательщиков за коммунальные услуги живут в муниципальных квартирах. В прошлом году собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающими организациями был подписан документ о работе с должниками. И уже начаты активные действия. Что ждёт безответственных квартиросъёмщиков, расскажет Надежда Трифонова, она разбиралась в этом вопросе. Папочка, здесь документы, скажем так, наработанные по должникам именно вот этой местности, в которой мы сейчас присутствуем. Здесь улица Чапаева, улица Лермонтова. Долг мытищенцев перед ресурсоснабжающими организациями исчисляются миллионами. Среди тех, кто систематически не оплачивает квитанции ЖКХ, достаточно тех, кто арендует жилплощадь у муниципалитета. Одной из самых проблемных территорий считается это – улицы Чапаева и Лермонтова. Жители этих домов просрочили платежи на 4,5 миллионов рублей. Около половины от этой суммы в своё время не перечислили в МОЗОБЛ ЕРЦ постояльцы муниципальных квартир. Третья квартира, мы уже озвучили, что здесь у нас двое нанимателей, которые дают общую задолженность – это 830 тысяч. Задолженность у них эта образована на протяжении более 4 лет. Квартира 4-я у нас имеет задолженность 26 тысяч рублей. От неё текущие платежи поступают, но опять же носят нерегулярный характер. И это только в одном подъезде на одном этаже. Крайняя мера за подобное нарушение – выселение. Можно, но не обязательно, говорит закон, после этого предоставить неплательщику жилую площадь меньшего размера – 6 квадратных метров на одного человека. Причём долг всё равно придётся погасить. Ресурсы, снабжающим организациям и администрациям городского округа Матища, достаточно обратиться в суд. Но пока пострадавшая сторона пытается решить конфликт в досудебном порядке. В прошлом году был подписан меморандум о работе с должниками между ресурсно-набжающими организациями под эгидой администрации городского округа Матища. В этом году администрации были разосланы в рамках этих мероприятий первые письма жителям муниципальных квартир. Визит – второй шаг. Комиссия сегодня в её составе сотрудники Матищинской теплосети и управляющих компаний КЖУ-4 напоминают неплательщикам, что своевременное погашение квитанций ЖКХ в их интересах. Однако открывать дверь неплательщики не спешат. Более того, почти в каждом втором случае ранее разосланные муниципалитетом письма вместе с квитанциями ЖКХ лежат в почтовых ящиках. Получается и коммунальные платёжные документы, и другая почта. Интересно, что соседи неплательщиков охотно интересуются, почему в подъезде так много незнакомцев. В соседей вашей вы видите? Нет? Вот кого-нибудь из 16? Вижу, там женщина с двумя детьми, и у неё, я не знаю, как это сейчас сказать, муж. Муж, не муж. Ну вот я его вижу периодически, он приходит. То есть квартира жила, и люди постоянно жила? Да, да, да. Просим вас, вы же общаетесь всё равно с соседями, как-то довести до того, что... При встрече сказать. При встрече не обязательно этим соседям, а просто поговорить с соседями, чтобы не доводили дело до такой ситуации, когда в дело вступают суды, судебные приставы, выселение и тому подобное. К слову, условия и вполне щадящие для того, чтобы решить спор миром, созданы. Должник может получить рассрочку. Для этого достаточно обратиться в свою управляющую компанию или расчётный центр городского округа Матищи. Но сначала им надо понять – от этой проблемы за дверью квартиры не спрятаться. И перейдём к приятным новостям. Команду Московской области, которая представляла регион на четвёртой летней спартакиаде молодёжи России, наградили в Совете Федерации. Соревнования проходили этим летом. Столицей проведения стал город Пенза. Нашими главными соперниками традиционно были Москва и Санкт-Петербург. Столица не сдалась, а вот Северную Пальмиру нам обойти всё-таки удалось. В итоге подмосковная команда на втором месте. Вклад в эту победу внесли и мы, тищенские спортсмены. Анна Рыченкова продолжит. Такой вид массовых спортивных соревнований, как спартакиада, уходит корнями в 20-е годы прошлого века. Сегодня, в веке 21-м, эти масштабные состязания – главные проверочные старты будущих олимпийских чемпионов. И об этом говорит статистика. Возрождение спартакиада было, безусловно, оправдано. И надо сказать, что сейчас порядка 40% тех детей, победителей, призёров спартакиады, по сути, это те спортсмены, которые ставляют костяк сборных команд России на крупнейших соревнованиях. Кроме того, многие спортсмены, которые участники уже спартакиады, они сегодня уже являются звёздными. Это те дети, которые сейчас, например, принимали участие в юношких олимпийских играх и завоёвывали там медали. Наши подмосковные спортсмены в числе лучших. Длительная борьба с двумя столицами наконец-то дала результаты. И в этом году в рамках четвёртой летней спартакиады молодёжи России команда Московской области заняла второе место. Команды-победители и призёры в этот день были приглашены в Совет Федерации. Здесь состоялась торжественная церемония награждения. Спортсменов поздравили министр спорта России Павел Колобков и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Дорогие ребята, для многих из вас это, наверное, были такие первые крупные соревнования. И несмотря на свой юный возраст, вы все отстаивали честь своих регионов. Благодаря вашему упорству, благодаря вашей настойчивости, труду, профессионализму, вы одержали первые серьёзные победы. Мне хочется, в первую очередь, поздравить вас. Я уверена, что эти первые медали будут стартом для вас для последующих спортивных достижений, а может быть и дорогой к Олимпийскому пьедесталу. Для кого-то Олимпийские медали уже не так далеки, как это может показаться. Матищенко Анастасия Макарова, например, уже имеет в своём арсенале несколько золотых медалей юношеских Олимпийских игр. Летом она прекрасно выступила на Спартакеаде, а в начале октября с достоинством представила всю страну в Буэнос-Айресе. Ковались эти победы в Мытищенской спортивной школе Олимпийского резерва по плаванию. Каждый день у меня по две тренировки, у меня зал. Каждый день мы чередуем то силовый зал, то статический зал. Конечно, тяжело, я иногда срываюсь, говорю, нет, не хочу, не буду. Но у меня есть поддержка, это мои родители, они всегда мне помогают, говорят, у тебя всё получится. За таким торжественным моментом стоят годы тренировок. Вместе с будущим чемпионом трудятся тренеры и родители. Совмещать учёбу и тренировки, постоянные разъезды и сборы. Всё для победы. Дипломы именной стипендии губернатора Московской области получили 56 мытищенцев. Это прежде всего школьники и уже первокурсники престижных вузов страны. Именную стипендию молодые люди получили за достижения в области спорта, творчества и науки. Подробнее в нашем следующем материале. Поощрение талантливой молодёжи – важная часть образовательного процесса. Один из способов поддержки учеников и студентов-первокурсников – стипендия губернатора Московской области, которая присуждается за достижения в области науки, творчества и спорта. Каждый из вас сегодня здесь находящийся, я не побоюсь этого слова, бриллиант. Но вы знаете, что получить бриллиант из алмаза можно только при помощи хорошего мастера. И поэтому, конечно, особые слова благодарности педагогам, которые помогли вам достичь ваших вершин. Педагоги и тренеры. Ежегодная именная стипендия – это региональная выплата, главная цель которой – стимулировать тягу к знаниям и новым свершениям у молодого поколения области. Она присуждается за призовые места в конкурсах и олимпиадах разных уровней, за отличную учёбу, крупные достижения в спорте, искусстве и науке за предыдущий год. В течение года я стараюсь помимо учёбы также участвовать в различных олимпиадах. Я пытаюсь писать литературные сочинения, эссе и стихотворения. Также принимаю участие в различных конференциях районных и городских. Кроме успеха в учёбе, по достоинству был оценён и литературный талант Полины Коруновой. Стихотворение её собственного сочинения про символику нашей страны оценивалось на всероссийском уровне. Горжусь прекраснейшую я, своею Родиной огромной. Здесь живописная природа, прозрачная вода озёр, далёкие верхушки гор, всё хорошеет год от года. Всю красоту её просторов в российском гимне слышим мы, и пенье птиц в лесной тиши. 56 одарённых молодых людей из городского округа заслужили губернаторскую стипендию. Вручение дипломов проходило в торжественной обстановке в 27-й школе. Среди стипендиатов вчерашние мытичинские школьники, а сегодня уже первокурсники ведущих вузов страны. В том числе, благодаря участию и победам во всероссийских олимпиадах, им не составило труда поступить в МГУ, МГИМО, Высшую школу экономики, МФТИ и МГТУ имени Баумана, что ещё на один шаг приблизило их к своим целям и мечтам. Ещё одно чествование юных мытичинских спортсменов состоялось на этой неделе. А поводом стала победа в итальянском Палермо, где в июне этого года прошло первенство Европы по волейболу среди игроков, возраст которых не превышает 21 год. В составе сборной России играли наши мытичинские спортсмены «Авангарда» Александр Шураткин и Вячеслав Кибасов. Ребята не только смогли победить, но и выполнили норматив мастера спорта России по волейболу. Несмотря на то, что новый сезон уже в разгаре, в спортивном сообществе продолжают подводить итоги предыдущего. Отделения адаптивного спорта часто радуют своих болельщиков успехами на разных уровнях – от городского до международного. Из Италии Александр Шураткин и Вячеслав Кибасов вернулись с золотыми медалями и новым статусом мастеров спорта, который они получили в составе сборной России. Было очень тяжело играть. На чемпионате очень сильные команды, но мы очень старались. У нас был перевес в 14 очков. Мы выиграли и даже не верилось, что мы смогли их обыграть. Награда обязательно должна найти своего героя. От лица администрации спортивной школы «Авангард» на тренировке ребятам вручили небольшие призы. Не остались без подарков тренер и сурдопереводчик команды. Инвалидность как такова или какие-то ограниченные возможности здоровья, они не являются приговором. Можно реализовываться по различным направлениям. И спорт предоставляет замечательные возможности в этом плане. Посмотрите, какие красавцы ребята. Высокие, руки-ноги есть, голова работает. Поэтому спорт – это прекрасная возможность проявить себя, получить какие-то перспективы в жизни еще. Не замыкаться только в своем небольшом кругу или среди своей профессии, а выходить на широкую арену спорта. Чествовали победители недолго. Отрывать ребят от любимого дела было бы просто несправедливо. График команды на новый спортивный сезон уже распланирован. И времени до крупных турниров осталось не так уж и много. А это значит, что каждая тренировка может приблизить игроков к победе. Скоро мы поедем на первенство России и обязательно будем стараться. Мы желаем ребятам дальнейших побед и будем внимательно следить за их успехами. И в завершении выпуска небольшой экскурс в историю государства российского и не только. Интеллектуальная игра «Чудеса России», которую организовывает Мытищинский школьный парламент при поддержке управления образования, во второй раз состоялась в школе номер 8. Не только посоревноваться в эрудиции, но и узнать много нового собрались команды 22-х школ округа. Игры бывают разные. Спортивные тренируют тело, развлекательные поднимают настроение, а интеллектуальные поднимают и настроение, и считаются хорошей умственной тренировкой. Проверить свои силы собрались сборные команды, учащихся с 7 по 9 классы 22-х школ округа. Игра направлена на патриотические знания. Игра состоит из пяти этапов. Кроведение, история, изобретение, изобретатели. Мы когда готовились, было самим познавательно искать вопросы, и мы гордились нашей России. Это мероприятие в восьмой школе второй раз проводит Мытищинский школьный парламент при поддержке управления образованием округа. Главная цель – дать возможность школьникам не только посоревноваться в эрудиции и знании истории России, но и поддержать стремление дальше изучать интересные факты и биографии выдающихся людей нашей страны. На этой свадьбе можно было увидеть сразу трех русских царей. Жених уже царствовал, а вот двум свидетелям жениха царствование только предстояло. Причем одному через 18 лет, а другому через 26. Назовите всех троих царей. За 40 секунд участники, посовещавшись, должны дать правильный ответ. Иван Грозный, Борис Годунов и Василий Шуйский – имена царей на свадьбе. Вопросы были также о научных изобретениях, экологии, краеведении, искусстве и великих людях в истории нашей страны. История в целом интересный предмет. А у вас почему она интересна? Ну, мне интересно изучать историю родного края, и это пригодится в жизни. Полюбить уроки истории в школе всем собравшимся на интеллектуальную игру помогли преподаватели. Они смогли в интересной форме приоткрыть завесу тайн правления русских царей, боевых походов великих полководцев и рассказать о геройских подвигах времен Великой Отечественной. Учитель не ограничивается материалом из учебника. Мы изучаем вне программные материалы, то есть презентации, какие-то доклады. Это также повышает наш уровень интеллекта, и это интересно. Все участники интеллектуальной игры получили памятные грамоты. Но, как и положено в соревнованиях, есть тройка лидеров. Прекрасные знания истории родного края продемонстрировала четвертая школа. Свою эрудицию показали ученики гимназии номер 16 и завоевали второе место, а кубок победителя достался школе номер 6. Таковы были главные события уходящих семи дней. Интересных и активных вам выходных. Увидимся в следующую субботу в 20.45. Команда первого в Матищинского работает для вас.